Акции компании Apple достигли нового исторического максимума после того, как аналитики Морген Стэнли повысили целевую цену акций и назвали компанию лучшим выбором на фоне ее инноваций в области искусственного интеллекта. Это заявление последовало после запуска Apple нового сервиса Apple Intelligence, который стимулировал пользователей обновить свои устройства для использования новейших технологий. Акции компании подскочили на 20% с начала года, достигнув отметки в 236,3 доллара и увеличив рыночную капитализацию до рекордных 3,62 триллиона американских банкнот. В Морген Стэнли особо отметили, что новая технология совместима лишь с 8% существующих устройств iPhone и iPad, что создает потенциал для масштабных обновлений среди пользователей 1,3 миллиарда устройств Apple. Аналитики ожидают, что продажи iPhone могут достичь 500 миллионов единиц в течение следующих двух лет. В связи с этим прогноз по продажам iPhone был скорректирован с 230 миллионов единиц ежегодно до нового уровня, а целевая цена акции поднята с 216 до 273 долларов. Вложения Apple в развитие искусственного интеллекта рассматриваются экспертами как критически важный фактор дальнейшего роста продаж и укрепления позиций компании на мировом рынке смартфонов, особенно в свете ожидаемого восстановления глобального рынка, на котором Apple и Samsung должны стать ключевыми игроками. Согласно недавнему отчету The Washington Post, сотрудникам OpenAid запрещено раскрывать информацию о потенциальных рисках, связанных с искусственным интеллектом. В трудовых договорах компании содержатся пункты, которые ограничивают общение с федеральными регуляторами и предусматривают серьезные последствия для тех, кто нарушит эти условия. Информатор, предпочитающий оставаться анонимным, выразил обеспокоенность по поводу прозрачности и общественной значимости технологий ИИ, разработанных в условиях подобных ограничений. Он считает, что такая политика препятствует необходимым проверкам и может подрывать общественное доверие к технологиям искусственного интеллекта. В ответ на эту ситуацию, несколько сотрудников OpenAI обратились в комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой начать расследование деятельности компании. Они требуют введения штрафов за принуждение к подписанию контрактов, нарушающих права сотрудников на свободное выражение по поводу безопасности и этичности разработок. Ситуация подчеркивает давнюю проблему NDA в Кремниевой долине, где многие технологические компании сталкиваются с судебными исками за подобные практики. Адвокаты указывают на то, что хотя компании и понимают риски утечек конфиденциальной информации, они часто предпочитают рисковать, полагая, что потенциальный ущерб от судебных штрафов будет меньше, чем от разглашения коммерческих или технологических секретов. В Великобритании разгорелся необычный скандал вокруг кандидата в парламент от партии Reform UK Марка Мэтлока, которого пользователи социальных сетей приняли за генеративное изображение, созданное искусственным интеллектом. Все началось с публикации его портрета, на котором из-за чрезмерной обработки кожа политика выглядела нереалистично гладкой и глянцевой, что вызвало массу вопросов и домыслов о его подлинности. По словам пользователей, фотография была настолько идеальной, что словно кто-то попросил Меджерни сгенерировать образ идеального политика. Вдобавок, теория подкрепилась физическим отсутствием кандидата на предвыборных мероприятиях. Мэтлок быстро развеял слухи, заявив в интервью изданию The Independent, что он действительно реальный человек. Он объяснил, что накануне выборов серьезно заболел пневмонией, из-за чего не смог принять участие в некоторых предвыборных мероприятиях, включая подсчет голосов. Эта ситуация привела к созданию ошибочного впечатления о его персоне. В связи с этим инцидентом Мэтлок предостерегает коллег по политической арене от чрезмерного редактирования фотографий. Он показал оригинальные изображения, на котором был изменен фон и цвет галстука, и посоветовал коллегам не идеализировать фотографии до такой степени, что их можно принять за результаты работы современных генеративных инструментов ИИ. Это были все новости Айти Ньюс. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин